Более 50 юных футболисток из пяти городов. Это цифры зонального этапа областного первенства по мини-футболу среди девушек. В этот раз отношения они выясняли на Бобруйском паркете. Местное проведение город на Березине был выбран не случайно. Наши команды уже давно и прочно застолбили за собой лидирующие места в республике. Это все интересно, конечно, но перейдем непосредственно к матчам. Возраст у девчонок хоть и юный, но игру они показывали содержательную и с обилием голевых моментов. В связи с отсутствием Бобруйской команды, нужно сказать, наши девчонки уже отобрались на область, что неудивительно. На протяжении многих лет они являются лидерами не только в области, но и в стране. И вот в отсутствии хозяек фаворитом в первенстве считалась команда из Кировска. Ее лидер Виолетта Вацура шести лет влюбилась в этот вид спорта. Девочка неспроста носит капитанскую повязку на руке. Она обладает всеми нужными качествами, как на тренировках, так и в игре. Я не знаю, как я буду без футбола поступать куда-то. Просто, когда я, например, пропущу тренировку, я потом переживаю. Мы делаем разные упражнения, разыгрываем там у главы, тренируемся с мальчиками в основном. Нам для этого сделать специальный спортивный класс. На площадке фавориты подтвердили свой статус и уверенно обыграли соперников. И что немало важно, с разгромным счетом. В этот день у Кировска что ни момент, то гол. Футбольная фортуна явно была на их стороне. И снова не устаем повторять. Главное на таких турнирах не результат, а далеко идущие перспективы. Для популяризации женского футбола решили с центром областного отдела образования привести зону без участия финалистов, уже Могилева и Бобруйска. Чтобы посмотреть на девочек, что есть в других командах. Турнир завершился и организаторы сделали самый важный вывод. Развитие женского футбола на Могилевщине неизбежно. Что ж, поживем увидим. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.